Игнатихович, молитесь. Без истления Бога, Слово Рожише и Сущую, Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскреса измертвы, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причистой Твоей Матери, силы честного животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благослови человека любит самим. Боже, будь милостив ко мне грешным. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчислав, если грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради, Боже, очисти мя грешного, яка не коли же благое сотворих пред Тобою, но избави от лукавы, да будет мне воля Твоя, да неосужденно отверзу устам и недостойно, восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и вовеки веков, аминь. Царю Небесный, утешителю души истинные, иже везде ссы, и вся исполняя сокровища благих и жизней подателю, прииди и вселись овны, и очисти на ее всякие скверны, и спаси блажи души наши, святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и вовеки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззакония наши, святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и вовеки веков, аминь. Отче наш, иже истина небесе, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як иже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лука вагон. Ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки, аминь. Восставши от сна, припадаемте блажь ангельскую песню, опиемте сильный. Свят, 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 если Божию, Богородицею помилуй нас. Слава отцу и сыну и святому духу, отодраясь на возник, весь и Господи умы, просвети и сердце, уснем и отверзивая же петите святая Троица. Свят, 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 если Божию, Богородицею помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков, аминь, внезапно судья приидет, и кайго же деяния обнажаться. Но страхом зовем полуночи. Свят, 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 если Божию, Богородицею помилуй нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многерой Твоя благость и долготерпение, не прогневался на меня ленивого и грешного, не погубил меня с обеззаконием моими. Но человеколюбствовал и все обычные, и в нечаянии лежащие говозлигами и си, во ежиутринете, словословите, державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, ответ за мои уста, поучайте со словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевате всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Приидите, поклонимся и приподем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. 118 Псалом Блаженный, непорочный в пути, ходящий в законе Господне, блаженный, хранящий откровение Его, всем сердцем ищущий Его. Они не делают беззаконие, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твои, храни твердо. О, если бы направлялись в пути моих соблюдений уставок Твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, получая судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от западей Твоих. Сердце мое, сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Уставами моим возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровения Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповеди Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забывая Слово Твоего. Яви милость Рабу Твоему и буду жить и хранить Слово Твое. Открой очи мои и увижу чудеса Закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповеди Твоих. Истомилась душа мое желание судов Твоих во всякое время. Ты укоротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповеди Твоих. Сними с меня поношение и посхромление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твои размышляют об уставах Твоих. Откровения Твои, утешение мое, советники мои. Душа моя повержена в прах, оживи меня по Слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня, научи меня усталом Твоим. Дай мне уразуметь путь повеления Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истоевает от скорби, укрепи меня по Слову Твоему. Удаляй от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставив перед собой суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи. Не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой, и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровению Твоим, а не к користи. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Утверди Слово Твое, работу Твоему, ради благоговения перед Тобою. Отврати поношение мое, которое я страшусь, ибо суды Твои благи. Вот, я возжелал повеления Твоих, животвори меня правдой Твоею. Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по Слову Твоему. И я дам ответ поносящему меня, ибо уповай на Слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих словах истины, ибо я уповаю на суды Твои. И буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повеления Твоих. Буду говорить об откровениях Твоих перед царями, и не постыжусь. Буду учешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Вспомни Слово Твое к рабу Твоему, на которую Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Уже совладевает мною привиденечтивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими, на месте странствования моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Те всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим. Спешил и немедлил соблюдать заповеди Твои. Сечи нечтивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь вставал славословие Тебе за праведные суды Твои. Общник, я всем боящимся Тебе и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня усталом Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Доброму разумению и ведению научи меня, ибо западем Твою верую. Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня усталом Твоим. Гордо исплетает на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твоей. Ожирело сердце их, как тук, я же законам Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться усталом Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. «Слава Свою Сыну и Святому Духу и ныне и присной вовеки веков. Аминь». Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков! Аминь! Аминь! Многомилостивый и всемилостивый Боже мой, Господи Иисус Христос! По великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех! И снова, Спаситель, молю Тебе, спаси меня по благодати! Ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом! Истинно так, богатое сострадание и неизречено в милости! Ибо Ты сказал, о Христос мой! Верующий в меня будет жить и не увидит смерти во веки! Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую! Спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель! Да в месяц же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь никакие дела оправдывающих меня! Но вместо всех дел, да вой довольна верой моей! Пусть Он отвечает! Пусть Он оправдает меня! Пусть Он соделает меня участником Славы Твоей Вечной! Да не похитит же меня сатана! И да не похвалится тем, что отторг мне Твоей Слово Божие в руки и защиты! Но хочу ли или не хочу? Спаси меня, Христос Спаситель мой! Скорей приди ко мне на помощь! Поспеши, я погибаю! Ты, Бог мой, очрею матери моей! Всподоби меня, Господи! Ныне возлюбить Тебе, как я возлюбил некогда тот самый грех! И вновь послужить Тебе без ленности, как я прежде работал на сатану-борстителе! Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, Иисусу Христу, во все дни жизни моей, ныне всегда и во веки веков! Аминь! Аминь! Святой Ангел, поставь на блестину мою бедную душу и несчастную жизнь! Не оставь меня грешного и не отступи от меня за него сдержанность мою! Не дай возможности злому демону, починить меня себе посредством этого смертного тела! Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения! О, Святой Ангел Божий, Хранитель и Покровитель бедного души и тела, прости мне все, чем я скорбил Тебя во все дни моей жизни! И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня на настоящий день! И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не принять Бога никаким грехов! И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и садил меня рабом, достойно своей милости! Аминь! 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 Пресвятая Владычица Моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения и все скверные, лукавые и худные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего! И погаси пламя страстей моих, ибо нищий слаб! И избавь меня от многолюбительных воспоминаний и намерений, и освободи от всех злого воздействия, ибо Ты благоценна от всех родов! И Твое пречесное имя славится во веки веков! Аминь! 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 Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, надежда, любовь! Ибо мы сядны к Вам прибегаем, скорым помощникам и молитвенникам о душах наших! Богородица Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с Тобою! Благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, якородилась и Христа спаса, избавителя душам нашим! Непобедимая божественная сила, честнага животворящего креста Господень, не остави нас грешных, уповающих на Тя! Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое! Победа на сопротивные дары Твое, сохраняя крестом Твоим жительством! Спаси, Господи, помил от самого духовного родителей, родника, благодетелей, митрополитов, Марка, Николая, епископ, Агафангела, Тихона, Антония, священная Ирея Акимова, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Владимира, Максима, И Глебу не дай погибнуть, Андрея, Диаконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита, Сергия, патриарха Кирилла, Франциска, Корнилия, Александр, Диодора, митрополита Тихона и Лариона, и весь священнический иноческий чин, и высшие истины служители миссионеров к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дай еще священника, рожденного свыше, который есть благовестник, и место для занятия. Смири власти воинств твоих, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое от церкви твоей. Умудри их издавать добрые законы и исполнять их, дабы дали достойно жить людям. Чтоб было еще уделять нуждающимся, преобразуя сердца и в духовные. Владимира Михаила Жозепа Рамзана, Владимира Александра Эрдогена и Амана, и дару мира Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде, где смуты и мятежи и войны, этого смутья на Алексея укроти, и все их сообщество развеи. И покажи им ту бездну, куда эти мятежники завлекают людей, как слуги дьявола. Слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, да ровное Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. Да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной, и мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. Мужчина, с во всем доверяться Тебе, Твоей заботе о нас, Твоему промыслу. Ибо верующих в Тебя, рожденных свыше, исполняющих заповеди, Ты назвал святыми избранными. Господи, помоги нам оправдать эти названия. Жить свято и непорочно. Слава Тебе, Боже наш. Сохрани наши жилища и селения от пожара, воров, нечистой силы. Благослови живущих там. Андрея, Игоря, Игорю, Владимиру дай веру. Благослови, Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа. И прищи добрые жители с детьми, любящими и знающими уставы Твои святые. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадо их. Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алептину. И всех саделай благовестниками, распространителями истинной веры, святой и православной. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе, возри на угрозы врагов, на все пакости творимые ими. На потоки лжи, изливаемые их устами. И в судный день не помяни их безумие, ибо не знают, что худо творят. Благослови благодетели наших, воздаем добром всей жизни и будущей. Елену, Елену, Людмилу, обрати Евгения, Наталья, Надежда, Юрия, Эвдуард. Благослови Надежду, Валентину, Екатерину, 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 Галину, Сергея, Сергея, Александр. И Александр, слава Тебе, Христе Боже наш. Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, за милости Твои и щедроты. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему благоволению все это может оказаться спасительным для души. Аллилуйя. И наше сокровище сохрани в интернете. И трудящихся на этом поприще благослови Игоря, Юрия, Дмитрия, Виктора, Вячеслава, Владислава, Романа, Николая, Алексея, Гавриила. Обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Никиту, Валентина, Андрея, Марию. Откроем истину Твою. Воздай добром, Господи, всем, кто строил эти жилища и храмы, где мы находимся, находя великое утешение, защиту от погоды и от недобрых людей. Господи, слава Тебе, упокой, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших, родителей, сродников, благодетелей и всех православных христиан. И сотворим вечную память, вечный покой. Ибо нет человека на земле, который живя не согрешил бы. Простим всякое согрешение, вольное и невольное. И душам нашим полезное сотвори. И между нами да будет мир, любовь и согласие по слову Твоему. Аллилуйя. Слава Тебе, Христе Божий наш. Слава Тебе, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Его, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Савовок. Вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Слава Вышних Богу на земле, мир в человеках, благоволение. Благодарю Тебе, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя. Страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне святую Библию. И указал на толкование святых отцов и каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. И в вечности воздай милостью всем, кто трудился над моей душой и возрастаниями в Тебе. Мария, Стефана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми и покроем опором любви от всего, что не славитесь. Господи, начальствующую медицине Диану призови на покаяние. Дабы она относилась и к делу своему, и защитя от нападок ее. За доброту ее, Господи, пошли к ней, благовестников. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе. Господи, воздай вечности милости Твоими всем, кто трудился, помогая нам совершить миссионерские путешествия. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия. Надежду, Людмилу, Сергея, Наума, Валентину, Самиру. Самиру, Тимуру и Русику, да истинно Христову веру. Дабы не верили лжепророкам. Слава Тебе, Христе Боже наш. Слава Тебе. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Прошу, не покиня в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою помытарством страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, претеща Христова, моли Бога о нас. Господи, ну мужчины жите в бедности. Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным. И видеть нуждающийся в нашей помощи и помогать им. Святитель Христов Никола Берликийский чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый анхипастырь, моли Бога о нас. Да примет Господь твоя молитва о нас и живности наши, облегчающие нашу жизнь на этой доле печали земле. Господи, благослови Виталия, Никиту, Николая. Дай им желание трудиться в поте лица и пошли им добрую работу. И доброе жилище, Господи, даруй всем. Благослови Михаила, Елену, Романа, Екатерину. Чтобы жилища стали как храмом. Чтобы нашлись там добрые люди, с кем они проводили бы беседы, исследования Слова Твоего, Господи. Чтобы и жилища эти радовали всех приходящих туда. Устрои их по воле Твоей, Святой. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые пророки Божии. Илья, Елисея, Илух, Моисея, Самуила, Аарон. Ио, Авель, Ной, Иосиф, Патриархий. Ездраниеми, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Изыки, Иосия, Иаиль. Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отрок и Пророк Михея, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы он вышел на встречу Тебе с горящими святильниками истинной веры и с сосудами, полными илея добрых дел, соделанных Духе Святом и с любовью. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, Хурубимы, Серафимы, Всенебесные Сыны, Престолу Божию, Престоящие. Святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский, Устин, Философ. Касмай, Дамиан, Андрей Стротилат и Ирон, мученик. Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник, Амедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон. Сорок святых мучеников. Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Лениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя, антихриста, начало или правую руку. Господи, устраши правителей мира и священца, обманывающие людей, что будто бы от предсказанных казней и уменьшения населения на земле на одну треть можно избавиться какими-то сообществами, содружествами, изобретениями, медициной. Все это дьявольская ложь. Твои причистые уста произнесли, и Дух Святой через святых апостолов отобразил это в песенном виде, и мы читаем, что будут глады, моры, землетрясения, войны, и восстанет брат на брата, народ на народ, и царство на царство. Но это еще не конец. И будут землетрясения по местам. И твои причистые уста произнесли, всему надлежит быть. И этого никто здесь может избежать. И все это по любви твоей, чтобы в страданиях люди нашли тебя, примирились с тобой в этой жизни, ибо за гробом нет покаяния. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Еприм, Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серапим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский Пиларет, Иероним Стридонский, и все переводчики священного писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь и укрепит в святой православной вере. А замыселитиков, прозруши, разбей, мечтой преврати. И призванных на фронт благослови, сохрани, Никиту, Александра, Максима, и готовы быть взятыми Николая и Георгия. И томящихся в вузах, тюрьмах, психиатрических темницах детей твоих, верующих в тебя, всех саделось светильниками, чтобы там они свидетельствовали о тебе и дару им свободу, Сергею и Ильине. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла первомущенница, Фатина, Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перпетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Акила, Андроник и Юня, Киприяна, Лустина, да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохранение косяческого поругания и насилия, исправки покоривость Галины, семейства Евгений, Надежда, Людмила, Виктория и Иоанна. Господи, прими нашу молитву, воздяния рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Божия. Соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты творец, сотворивший этот мир и сохраняющий его, как зиждитель. Ты, как Господь, знаешь все прежде бытия. Услыши и исполни молитвы всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими наши молитвы и исполни о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. И мы молимся о незаповедавших, коснись их сердец. Отверзи им двери покаяния, чтобы они познали Тебя и любовь Твою бесконечную. Аллилуйя! Господи Божий наш, услыши наши молитвы и заговори с народом Твоим, да слышат рабы Твои голос Твой. Господи Божий наш, Аминь! Доброе утро всем и мир всем! У нас установился уже такой обычай, что после утреннего моления считается Новый Завет с толкованием блаженного фефилакта. И вот начитывать, просвещать людей, уже сколько времени взялись сёстры, попеременно, Хапилина Валентина Сергеевна и Симоненко Ольга Николаевна. Итак, сёстры, ваше время. Благослови Господи на чтение священного писания, толкованием блаженного фефилакта. Дару, разумеет, написанное исполнить волю Твою, во славу имени Твоего святаго. Послание святого апостола Павла к филиппийцам, четвертая глава с первого стиха. Итак, братья мои, возлюбленные и вожделенные, радости венец мой, стойте так в Господи, возлюбленные. Толкование блаженного фефилакта. И так, говорит, хотя вы и видите их радующимися и прославляемыми, но вы стойте так, как стояли, в надежде, что мы прославимся со Христом и не отступайте от этой надежды. Заметь, какими похвалами он превозносит их. Братья, говорит, и не просто, но возлюбленные, и кроме того, еще вожделенные, то есть такие, к лицезрению которых стремится душа моя. И еще радость, и не просто, но и венец, славнее которого нет для него ничего. И прежде увещания похвалил их и после опять. Дороги, значит, они были для Павла, если он удостаивает их такой великой чести. Второй и третий стихи. «Умоляю Еводию, умоляю Сентихию, мысли тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною, и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Толкование. Мне кажется, что эти женщины занимали выдающееся положение в тамошней церкви, поэтому он поручает их некоему чудному мужу, который был или братом одной из них, или же мужем. Быть может, он-то и был темничным стражем в Филиппах. Деяние 16 глава с 23 по 40 стихи. Апостол как бы так говорит, «Теперь-то ты и становишься истинным братом и истинным мужем, если в деле Господнем несешь то же бремя, вспомоществуя им». Некоторые совершенно неправильно говорят, что Павел обращается здесь с совещанием к своей жене, но не говоря о многом другом. Немало говорит, «И они содействовали мне, хотя это было и при помощи многих других». Посему апостол и говорит, «Подвязавшимся вместе со мною». Подлинно в то время церкви находились в прочном союзе между собой, потому что один другого почитал и один другому помогал. А теперь, увы, в каком состоянии мы находимся, друг друга низвергаем, почему мы совершенно и отличаемся от живших в то время. «Видишь ли, какую добродетель приписывает женщине, сказанное Господом, апостолом, имена ваши написаны на небесах, Лука 10, 20». Павел приписывает и женщинам, что и их имена вместе с прочими написаны в книге жизни, то есть в ведении и суде Божием. «Или он присудил им жизнь, имея в виду веру их, подобно тому, как неверующий уже осужден». Иоанна 3, 18. И, следовательно, написан в книге смерти. Четвертый стих. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, «Радуйтесь». Толкование. «Но как же Господь говорит «блаженны плачущие»?» Матфея 5, 4. «Потому что плакать таким образом то же самое, что радоваться. Ибо не просто сказал «радуйтесь, но в Господе». Кто бывает с Господом, тот всегда радуется, хотя бы его предавали пыткам и терзали. А ниже, говорит, «пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие». Деяние 5, 41. «Так как естественное положение дел причиняло скорбь, то он повторением слова показывает, что всячески следует радоваться». Пятый стих. «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко». Толкование. «Так как Павел, так как Высший Павел осуждал некоторых, как врагов креста, то теперь побуждает филиппийцев не относиться к ним враждебно, но поступать с ними милостиво, хотя бы они были и врагами». Шестой стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Толкование. «А Вы завидуете тому, что те живут в удовольствии и наносят Вам оскорбления. Вы же находитесь в печали. Господь близко, суд уже настал. Не заботьтесь ни о чем, ни об оскорблении с их стороны, ни о Вашей печали, потому что они отдадут ответ Господу, а Вы пребудете в покое». Вот еще утешение, именно молитва всегдашняя, во всяком положении дел и при том с благодарением, потому что как станет просить кто-нибудь о будущем, не выразивший чувство благодарности за прежнее благодеяние. Итак, за все, даже и за то, что кажется несчастьем, должно благодарить, потому что благодарить за добро требует самая природа вещей, а за несчастье – долг благомыслящей души. Такого рода молитвы открывают желания наши пред Богом. Тех же молитв, которые совершаются, иначе он не принимает. 7 стих «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Толкованием. То есть мир, который Бог устроил с человеками, превосходит всякий ум, не человеческий только, но и ангельский, как если бы апостол сказал, «Он спас или избавил нас так, что ум наш не в состоянии сего постигнуть». Ибо кто ожидал, что такие блага будут нам дарованы и что мы примиримся с Богом? Он сам вас будет беречь и предохранять, чтобы вы даже не мыслили чего-либо дурного. Или же апостол говорит о мире, о котором Господь сказал, «Мир оставляю вам», Иоанна 14, 27. Но он будет охранять вас, он будет охранять вас. Ибо и таковой мир превосходит всякий ум, так как Господь повелевает, чтобы мы имели мир со врагами и с теми, кто обижает нас. Если же мир превосходит всякий ум, не тем ли более существо дело? Выражение во Христе Иисусе, значит, Он соблюдает вас в себе, чтобы вам не отпасть от Него, но паче пребывать в Нем. Восьмой стих. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала о том помышляете. Толкование. Говорит так, как бы спеша и не имея уже ничего общего с настоящими обстоятельствами. То есть все добродетельное, ибо зло есть ложь, равно как и наслаждение им есть ложь. Что честно, против тех, которые думают о земном. Что чисто, против тех, Бог которых чрево, что любезно, то есть Богу и людям. А последнее, значит, чтобы никого не оскорблять. Видишь ли, Он желает, чтобы они обращали внимание и на то, что касается людей. Ну не просто, а сказав, что только добродетель. Так как от помышления рождаются дурные дела, то говорит о сём, о сём помышляйте, то есть о том, на что указано выше. Девятый стих. Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, то исполняйте. И Бог мира будет с вами. Толкование. Так как нельзя было говорить обстоятельно обо всём, о входах, выходах, слове и одежде, то говорит вообще, чему вы научились, что слышали посредством из устного научения, что приняли письменно и что видели во мне через самые дела. Потому что являет себя примером, как часто говорилось, есть самое лучшее учение. Не только помышляйте и не только говорите, как выше было сказано, но и делайте. То есть, если вы будете исполнять это, то будете жить в спокойствии. Потому что, когда мы будем в мире с Богом, конечно, посредством добродетели и с людьми, с ненавидящими мир, я был в мире, Псалом 119.7, но сам Бог будет, то сам Бог будет с вами. Так как, если он ищет удаляющихся от него, то как он не придет к приближающемуся к нему? Вопросительный знак. Слава тебе, Боже наш, слава тебе!